С Верой в спорт Просто не считаю уже Бесчисленное на самом деле количество раз Так, Павел, очень рада вас приветствовать Вот здесь, здравствуйте еще раз Здравствуйте, спасибо Давайте начнем, наверное, с того, что Несмотря на то, что вы представляете Красноярский край на российских соревнованиях Тренируетесь вы В том числе и в Кировской области Как так получилось? Большую часть времени, наверное, своей жизнью Я провожу все-таки в Кировской области В поселке Верхошижиме Начиная с 2004 года я здесь Стабильно бываю по нескольких раз в году Вот, и бывает, что месяца-два здесь живу непрерывно Поэтому для меня Кировская земля Это родная земля, второй мой дом Подождите, два месяца в году Подряд Подряд в Кировской области Это самый большой период, что вы проводите на конкретном месте Да А остальные 10 месяцев в годах? Я скажу, что дома, где мой дом, где мама Я провожу в году максимум месяц Поэтому все в разъездах, все в соревнованиях И за рубежом бываем по 3 месяца, по 4 месяца в году так же То есть все очень плотно, без отдыха, без перерыва Расскажите о Верхошижиме, почему там? Ну, душа лежит, приятные люди Очень добрые, отзывчивые Всегда Я говорю так, что где нас ждут и любят, туда мы и едем Да, там тоже, можно сказать, дом Да, там большой дом А что касается площадки Верхошижиме, насколько она отвечает? Получается, что отвечает вполне вашим требованиям, вашему уровню? Да, там большой плюс, конечно, это лыжный комплекс, поддерживающий администрацию области Поддерживающая администрация Верхошижимского района Это большой плюс ретрак, который ретрачит лыжную трассу Это трактор, скажем так, по-русски, который делает лыжную трассу Это большой плюс, это лыжная база, где есть гостиные номера, где мы, в принципе, практически живем Поэтому все условия, там и рельеф позволяет, и для велосипедов, где можно потренироваться много дорог, много тропинок таких интересных Поэтому мы проводим летний чемпионат также по кросс-триатлону в Верхошижиме Но это вдобавок ко всему, это все положительно Вот вы уже упомянули о нескольких этапах соревнований по триатлону То есть это лыжные гонки, это бег и это велосипед Давайте поподробнее об этом, потому что, может быть, не все наши слушатели понимают, что такое триатлон Понимают, что три каких-то там вида спорта совмещены в один Поподробнее расскажите, пожалуйста Ну, говоря о зимнем триатлоне, дисциплина включает в себя три дисциплины Это начинается старт с бега, продолжается велосипедом, велогонкой на маунтинбайке, горный велосипед И заканчивается лыжная гонка То есть три вида непрерывно Есть также транзитные зоны, где мы перебываемся Смена экипировки Смена, да, с вида на вид И лыжная гонка уже завершает гонку Поэтому непрерывный старт, получается, зимний триатлон Расскажите, Павел, что, какое направление из вышеперечисленного является вашим коньком И, может быть, какие-то сложнее было результатов добиваться в каких-то именно направлениях? Ну, многие меня знают как лыжника изначально И для меня, я так думал, что лыжная гонка будет считаться для меня, это будет номер один, да, в зимнем триатлоне Но так сложилось, что маунтинбайк, горный велосипед я здорово подтянул за последние годы И для меня это номер один в зимнем триатлоне, где я могу либо отдохнуть перед лыжными гонками, либо сделать задел За счет велосегмента у меня получаются победы в последнее время То есть, получается, бег, это, скажем так, не самое приоритетное для вас направление? Я считаю бег для себя как в качестве разминки А уже велосипед и лыжи, там начинаем работать на все, что есть Ясно Вы сказали, что начали с лыж, вашу карьеру спортивную Расскажите, как все начиналось, почему вообще решили прийти в спорт? Ну, так сложилось, что мама моя, тренер, сама бегала лыжные гонки в свое время В Кемеровской области Я вообще с Кемеровской области, рожден в городе Прокопьевске Там я и начинал свои первые шаги на лыжах Долгое время занимался лыжными гонками Пока буквально в 2005 году я не узнал про триатлон в целом То есть, узнал раньше, но попробовал в первый раз в 2005 году Это был олимпийский триатлон, там летняя дисциплина Включая в себя полтора километра плавания, 40 километров езды на велосипеде шоссейном И 10 километров бега У вас, я знаю, что в Кировской области уже два раза проводили этапы Кубка России Так точно Очень здорово, вот мне не пришлось здесь, не получилось поучаствовать Но вот эта дисциплина для меня была первая в 2005 году в городе Новосибирске Неудачно, скажу, сразу выступил, пробил колесо, прокол колесо Но доехал, закончил дистанцию и занял все-таки третье место Ну ты еще довольно-таки удачно До подиума добрался, да Исходы, которые у нас бывали, в Кировской области в том числе А в 2007 году уже попробовал свой первый старт на чемпионате России Где занял второе место тогда по зимнему триатлону Это было в Троицке, Подмосковье Очень тяжелый старт получился Но мне захотелось с того момента попробовать себя именно в зимнем триатлоне Как профессионального спортсмена Вот, в принципе, я сейчас уже занимаюсь этим больше 10 лет И мне это нравится Поэтому я в зимнем триатлоне Этот переход от лыж к зимнему триатлону То есть это получается шаг вперед для вас? Это сложнее, это насыщеннее? Почему именно выбор в эту сторону сделали? Вот именно в то время мне нужно было понимать, куда двигаться 2006-2007 год По определенным причинам я не смог дальше двигаться в лыжных гонках Хотя в то время я продолжал заниматься и выступать И пытаться отобраться в сборную, национальной сборной России по лыжным гонкам Но я уже понимал, что не хватает где-то финансов Где-то поддержки сервиса То есть какие-то моменты были сложны А в зимнем триатлоне То есть пошло все так, как нужно было пойти И результат пошел И поддержка появилась Очень много любителей триатлона начали помогать мне В то же время Красноярский край предложил мне свои возможности по помощи, чтобы я дальше развивался И популяризировал также этот вид спорта, как триатлон И вот за счет, скажем так, Красноярского края я пошел в зимнем триатлоне и в триатлон не целом Дальше, дальше расти, чтобы были уже результаты То есть получается, если я правильно понимаю, в 2005 году сложилась ситуация, когда в Красноярском крае необходимо было развивать движение триатлона зимнего В связи с чем спонсорской помощи было легче вам добиться Да, в целом это так То есть лыжи уже не были, скажем так, в приоритете Лыжи для меня всегда остаются моим внутренним таким чувством, моей душой И я до сих пор бегаю, выступаю по лыжным гонкам и марафоны И международные какие-то старты стартую И российские чемпионаты даже России выступаю Ну, на своем уровне уже То есть это попадание в топ-30 для меня, как бы, это уже сейчас результат в лыжных гонках Но я беру лыжные гонки уже в качестве подготовки именно к зимнему триатлону То есть никаких там уже высот не пытаюсь добиваться в лыжных гонках То есть это же хобби получается, да? Хобби, да, и определенный тренировочный процесс А что, Павел, вам так нравится в лыжах? Потому что лыжные виды спорта у нас и в Кирове очень хорошо развиты И это прекрасно, опять-таки, переходя к теме массового спорта Прекрасная возможность всей семьей выбраться в парк, куда-нибудь в лес А для вас что такое лыжи? Ну, на данный момент сейчас я уже больше, наверное, получаю удовольствие от катания на лыжных гонках То есть сам процесс? Да, именно на лыжах сам процесс И в любом случае это непрерывный еще и тренировочный процесс В любом случае мне нужно тренировать лыжные гонки и делать быстрые работы, силовые работы То есть никуда я от этого не денусь, пока буду выступать в зимнем триатлоне Ну, тебе становится ясно, почему вы так мало времени проводите дома и в России в частности Потому что сезоны везде разные и нужно поймать, где хорошие трассы лыжные Да, да, да Ну, снега у нас довольно-таки много в России, поэтому есть места Но не везде так комфортно все-таки я могу ремарочку ставить, как в Кировской области Потому что в Сибири минус 30-40 в течение месяца было последнего Да, наверное, комфортно кататься Да, здесь комфортно Да, у нас довольно-таки мягкая зима По сравнению с 2005 годом, когда вы только пришли в зимний триатлон Расскажите, насколько это движение стало популярнее в России в частности И почему, собственно, люди идут в зимний триатлон? Ну, как многие знают, конкуренция в лыжных гонках очень высока в российском спорте И те люди, которые не смогли добиться высоких результатов в лыжных гонках Пытаются себя где-то реализовать еще У которых есть желание себя реализовать И многие приходят именно в зимний триатлон Это не может не радовать Все-таки мы за здоровую конкуренцию И многие лыжники, те же легкоатлеты, знаю, приходят Бывшие велосипедисты, велогоны, кто? Все пробуют в зимнем триатлоне Это как мультиспорт То есть все умеют бегать, все умеют кататься на велосипеде И каждый может научиться ездить на лыжах В принципе, все доступно Популярность в России на данный момент зимнего триатлона очень высока По всем регионам Все-таки сами понимаем все, что больше То есть зимы в России очень много Поэтому все могут спокойно заняться Соревнования очень много Время есть, у нас полгода Да, полгода бывает и больше Поэтому зимний триатлон все-таки для России предрасположен Чтобы он развивался, чтобы популярность была Ну, много стартов сейчас стали проводить И в Ханты-Мансийске в этом году официальный старт провели И Карелия взяла старт Саратов, постоянные участники А старт, это вы что конкретно имеете в виду? Соревнования Соревнования по зимнему триатлону То есть сейчас практически в каждом регионе Проходит свой региональный А где-то и Кубок России, где-то чемпионат России Проводят каждый по зимнему триатлону Это очень здорово, что есть такая популярность И очень приятно, что не спортсмены, а именно любители Тоже подключаются к этому движению Да, любителей очень много И в принципе профессионалы держатся, можно сказать, за счет любителей Все-таки без любителей спорт не будет То есть они как-то стимулируют к новым достижениям любителей? Это все-таки финансовое влияние Вливание денег именно любителей Это как пирамиду можно образно построить То есть на соревнованиях Ну, отойдем от зимнего немножко Перейдем к айронмену На соревнованиях по айронмену условно Две тысячи любителей И всего сто человек квота элита Поэтому все выстраивается под любителей В любом случае А мы уже выступаем как топ-гонщики И на нас любители смотрят, заряжаются Восхищаются Где-то восхищаются, где-то мы ими восхищаемся То, что, то есть занимаясь своей основной работой С семьей Какой-то серьезной подготовки Да, очень сложно, очень сложно проходить определенные соревнования Как по айронмену, так и зимний триатлон То есть, в принципе, все подобно Это очень сложно для любителей Но они могут, выходят, работают Тратят нереальные какие-то деньги А кто-то не тратит деньги Кто-то за счет спонсоров любителей живут так же Поэтому как могут, так и живут Не озвучили мы с вами дистанции Сколько километров на какую дисциплину отводится По зимнему триатлону По зимнему триатлону стандартная дисциплина 7 километров бег, 12 километров маунтинбайк И 10 километров лыжная маунта Есть еще варианты сокращенные Есть спринтерская гонка, есть юниорская То есть там 3 километра бег Это 16 лет, да? Это до 20 лет гонка проходит Это 3 километра бег, 5 километров велосипед и 5 километров лыжи Есть эстафетная гонка, где сокращена дистанция До полутора километров бег Могут быть 2 километра байк и 2 километра лыжи То есть короткая дистанция Но там микс Что значит микс? Это участвует в гонке в эстафетной команде Два мальчика и две девочки Поочередно передавая эстафеты друг к другу Но при этом выполняя все три вида Каждый То есть каждый по кругу? Каждый проходит бег, велосипед, лыжи Передает следующему То есть получается, если 4 участника в команде То они суммарно Соревнования длятся часов 6? Нет, это короткая гонка Примерно в 20 минут проходит каждый Ну вот в течение полутора часов гонка завершается Потому что я обратила внимание на ваши результаты Опубликованные на сайте Википедии Причем французской Википедии К сожалению, у вас статьи на русской Википедии нет К сожалению, пришлось французских быстро осваивать У вас результаты где-то от час небольшим Ну максимум час 40, насколько я понимаю Ну от часа 10 до часа 40 примерно варьируется В зависимости от трассы От подготовки, сложности трассы Какая мягкая, жесткая трасса То есть все от скорости зависит Вот как раз то, что информация подобная Содержится именно на иностранных, скажем так Источниках, интернет-сайтах Я сижу о том, что триатлон зимний В частности, в Европе более развит, чем в России Так ли это? В отдельных странах так Но очень сложно собрать страны воедино на чемпионаты мира Так скажем, не командируют федерации местные спортсменов На чемпионаты мира, чемпионаты Европы Отдельные страны только могут ездить за счет федераций А почему не командируют? Ну, это уже вопрос федерациям Да, федерациям стран Это вопрос финансирования? Финансирование, да, только финансирование В основном, ну вот я знаю, что Нарышская сборная ездит Сейчас стала ездить за свой счет И тем не менее они ездят Наши российские спортсмены, половина сборной Также ездит за свой счет Большая часть, ну в основной За свой вы имеете спонсорские деньги? Не спонсорские, а именно деньги, которые из своего кармана Практически половина оставшейся, да, скажем так В России ездят за счет регионов То есть, ну это государственные деньги Но это региональные, это не сборные Зимний триатлон, как таковой, он не финансируется именно страной Поэтому, кто как может искать деньги, тот так и на них едет А как так получается, что, допустим, вы говорили, что в Красноярском крае Поставлена была задача развивать триатлон То есть, на региональном уровне А почему не стыкуется с федеральной программой развития? Нет, у нас Красноярский край оплачивает нам поездки за рубеж На зимний чемпионат Европы, чемпионат мира Периодически мне проплачивают дорогу и в летний кросс-триатлон То есть, это работает, но именно по сборной Именно в Федерации России, как таковых денег, ну, практически нет То есть, в прошлом году еще финансировали В этом году уже финансирование, скажем, убрали Но вот сейчас я знаю, что на чемпионат Европы 18 февраля Будут командировать команду частично по сборной России, скажем так Но мы с вами думаем, что об этом мы пока ничего не говорим Вот вернетесь, тогда и поговорим Ну, я говорю про финансирование, а то, что результат, там посмотрим Ну, ладно, забегай вперед Вы там только в личном первенстве будете участвовать или в эстафете в том числе? Ну, заявлена была дистанция только лично Мы узнаем на месте, я точно не помню, эстафета будет нет Но главный результат в любом случае – это личная гонка Она престижная и дорога Где будет проводиться? Италия, Сицилия, вулкан Этна На высоте 1700 Вау Снега там практически нет, но все-таки обещают на вулкане, что будет Навезут, да? Да Хорошо, да Возвращаясь все-таки к вопросу о развитии движения триатлона в Европе Вы упоминали о том, что в некоторых странах все-таки активно развивается, в некоторых не очень Вот если мы сравниваем Россию с теми странами, в которых активно развивается этот вид спорта В каком мы соотношении, примерно, догоняем, опережаем, наравне идем? Хочу сравнить итальянскую федерацию, ее развитие зимнего триатлона и российскую Все-таки итальянцы больше настроены на любителей в зимнем триатлоне А у нас в России и регионы, и как бы Россия настроена на именно результат максимальный от спортсменов на профессионалов Поэтому в России пытаются, не пытаются, открывают школы триатлона, в том числе и отделение зимнего триатлона И при этом, ну от этого исходит уже конечный результат Результат на профессиональном элитном уровне, это начиная с юниоров, андеры до 23 лет и элита женщины-мужчины То есть у нас результат максимальный идет от школ, от именно профессионалов Любители тянутся, понятно, за профессионалами, и, соответственно, результат у них соответствующий, что побеждают на своих категориях, на своем уровне То есть у нас много любителей привезли, русских привезли медали с чемпионата мира, с последнего А итальянцы, они больше, допустим, развивают любительский спорт А там уж как получится, то есть выйдет профессионалы из них, не выйдет То есть у нас все-таки более точная такая работа, направленность на результат Вы знаете, вот с кем из спортсменов я общаюсь, на самом деле все отмечают, большинство отмечает, что в России еще со времен Советского Союза Все было заточено именно на результат Результат, медали, олимпийские игры, чемпионаты То есть вот именно за счет этого, за счет стимулирования любителей, за счет профессионалов и их достижений Так у нас спорт и строился То есть не было акцента на развитии массового спорта, любительского спорта Вы сейчас сказали, что вот в частности в Италии ситуация совершенно обратная Как вы считаете, чья модель, скажем так, для людей лучше? Советская, то есть российская в нынешнее время или все-таки европейская, итальянская? Ну я хочу поправить, что в России сейчас массовый спорт на очень высоком уровне Это различные марафоны, беговые, лыжные, это триатлоны, серии стартов различных по России Это я говорю про массовые циклические виды спорта Жаль, что ушли велогонки из России, и как любительские, так и профессиональные Сейчас я знаю, что в Москве, в Санкт-Петербурге много сильно популяризирует этот вид спорта, велогонки Но это уже не будет профессиональный уровень Не хотелось бы, чтобы профессионалы превратились в любителей Это самое главное А вот если любители превратятся в профессионалов, это будет здорово Поэтому по моделям сравнивать все относительно Я не берусь Все-таки здесь нужно работать по всем направлениям Как любительский спорт, так и профессиональный Не забывать про школы, про детей Про юниорский возраст, про студенческий спорт То есть все-таки стараться тянуть все стороны, все направления А у европейцев всегда так было, что у них все есть к тому, чтобы заниматься спортом Хочешь заниматься, занимайся Не хочешь, не занимайся А по результатам они как в соответствии, в частности, с Россией То есть без такого акцента на конкретный результат Чего не достигают, чего не добиваются Имея в виду профессионалы в Италии Профессионалы, там они понимают, в Италии, что они идут на работу И работают и делают качественно Не все, я скажу, спортсмены в России это понимают И выкладываются на стопроцентный результат Ну, я образно говорю Поэтому те же итальянцы, если они знают, что они выходят на работу Они делают и очень качественно И немцы так же, и норвежцы, и любую страну возьми А любители, они получают удовольствие Что тоже, в принципе, неплохо Неплохо Здоровье нации Да, это точно Вы упомянули о том, и верно меня поправили О том, что очень активно развиваются массовые движения И соревнования любительские Поправьте меня Я, конечно, очень мало в этом понимаю Но, в частности, то, что я вижу здесь, в Кировской области Допустим, Iron Star Соревнования Это же частная коммерческая организация Которая продвигает спорт Но это не совсем сопричастно к федерации Не совсем сопричастно с Министерством спорта У нас нету, пока нету, насколько я вижу, точной стратегии развития массового спорта Некоторые пытаются заработать на этом Некоторые пытаются провести старт, но не так получается ярко, активно Что красиво, да, что, в принципе, отпугивает, отталкивает любителей Но вот я знаю, что полумарафон, Вятские поляны Это просто бомба Вятские холмы Наша гордость Вятские холмы Это просто вообще, это безумие полное Это очень крутой старт И его все знают во всей России Интересно Просто это бомба, я говорю, для Кировской области Здесь, я знаю, ребята проводят от души И пытаются именно развивать такой массовый здоровый образ жизни Очень здорово побольше бы таких стартов Что касаемо Айрон Стара, ну, на самом деле коммерческий проект Попробовали, провели, что-то получилось, что-то нет Кто-то недовольный, кто-то довольный Но, тем не менее, это неплохая попытка сделать массовый спорт Массовый триатлон в Кировской области Поэтому попытка тоже есть Согласна с вами Особенно по поводу Вятских холмов Да куда мы вас, кстати, приглашаем Спасибо, хотелось бы, да, сбегать Да, там три забега, насколько я понимаю, будет в мае, в июле и в сентябре Так что, если у вас будет возможность, обязательно приезжайте Да, ну, вернемся все-таки к зимнему триатлону Расскажите, пожалуйста, как у вас тренировки проходят Режим, питание, экипировка В чем заключается у вас здесь спорт, ваши достижения? Ну, с каждым годом сейчас уже сложнее становится себя как-то держать Держать не в форме, а даже в кулаке Все равно начинаю давать слабинку, так как небольшой секрет Все расслабиться Никому не скажу Стараемся держаться, но бывает, работаем на износ То есть нужно, когда нужно, когда вот скоро нужен главный старт сезона Конечно, мы себя подводим, организм терпит, потом выдают максимум Три тренировки стабильно, это зарядка В неделю? Три тренировка вечерняя такая бывает, что до двух часов так же мы и велик крутим, и силовые какие-то делаем, на лыжах катаемся, ну, все что угодно Летом гораздо жестче тренировки Летом и бегаем больше, и плаваем больше, и велик катаем, скажем так То есть для зимнего триатлона тоже плавание, да, необходимо? Я выступаю в кросс-триатлонах, поэтому мне приходится нон-стопом работать Все Да, и зимой, и весной, и летом Разве что шахматы не пригодятся, наверное, да, или все такие шахматы Шахматы играли, но не на профессиональном уровне Поэтому держим себя жестко, по питанию стараемся следить Естественно, ничего жирного, ничего жареного, ничего вредного Ну, как бы уже не хотим этого Мы уже привыкли, наверное, к этому У нас сейчас звучит как шок, что нельзя котлеточки там поесть Ну, можно очень редко Поровые Поровые, да А так все, обычная жизнь, ничего такого фантастического нету Сон, еда, тренировки, методики различные применяем, то есть изучаем Не стоим на месте, двигаемся Расскажите, Павел, пожалуйста, про нюансы в экипировке Все-таки три дисциплины Ну, бег, я так понимаю, что там меньше затратка идет, да, финансовая Что касается велик и лыж, там, я так полагаю, что довольно-таки это все дорого стоит Как подбираете? Для любителей, расскажите, пожалуйста, сколько примерно это финансово будет стоить Участие в соревнованиях и тренировке Не хочу пугать, скажем так, любителей Но у каждого свой уровень, свой уровень результатов и уровень инвентаря Поэтому, что касаемо профессионального инвентаря, да, он не такой дешевый Но на любительском уровне достаточно велосипед И за 30 тысяч рублей, чтобы выступить хоть в летнем триатлоне, хоть в зимнем триатлоне У профессионалов это порядка 6-8 тысяч долларов Ну, в долларах, скажем так Кому нужно, посчитайте Да, не будем богатить Лыжи в стандарт, то есть, опять же, для любителей лыжи, палки, ботинки Можно уложиться в 15 тысяч рублей Этого хватит там на 3-4 зимы Ну, кто как будет заниматься У профессионалов это 25 примерно тысяч пара лыж Ботинки примерно такие, такая же цена И палки тысяч, 10-15, может быть То есть, ну, в 60 тысяч можно укладываться Это вместе с одеждой и кроссовкой Ну, одежда отдельно, ну То есть, относительно все у нас Спорт, я не скажу, что у нас сильно дорогой Бывает и подороже То есть, и хоккей, и экипировка там не такая дешевая И какие-то автогонки, мото-гонки Это уже другое Ну, это вообще на нас в ней никакой не идет Поэтому все относительно, дорого-недорого Конечно, с шахматами и с легкоатлетикой Мы дороговато выглядим Вот, а так Давайте поговорим о отношениях болельщиков Насколько триатлон, зрелищный вид спорта Стоит ли на него ездить Причем это, ну, в основном не в городах Ведь проходит, а за пределами городов Где-то в районах Стоит ли поехать посмотреть? Несомненно Я вообще хотел бы пригласить сейчас неофициально, скажем так А может официально Давайте уже официально Официально Дата уже объявлена Дата объявлена Это 10-11 марта этого года Буквально через месяц В Перекопе, Кировской области Лыжебиатлонный комплекс Перекоп Приглашает всех любителей спорта, триатлона Как болельщиков, так и спортсменов На чемпионат России Где можете принять участие как в элите С профессионалами, так и в группе любителей Будут отдельные старты, отдельные забеги И, конечно же, будет зрелищно Прошел чемпионат мира Неделю назад в Румынии Была прямая трансляция Где вы, кстати, победили в очередной раз Да, было тоже такое Трансляция была просто шикарна Интересно было всем Кто даже был далек От триатлона От зимнего триатлона Те, кто только был в летнем триатлоне Посмотрев зимний триатлон Писали комментарии Что это было фантастикой И вживую люди, конечно, приезжали, болели за нас Было очень много народу на трибунах Было очень здорово На самом деле зрелищно Неизвестно, кто выиграет, кто победит Всегда все меняется Бег выигрывает один Велосипед другой На лыжах совершенно другая история Поэтому все непредсказуемо И очень интересно Эстафета тоже будет? Эстафета, да, будет с воскресенья 11 марта Любители когда выходят? Оба дня или один какой-то? Любители в один день будут Насколько я помню, это будет воскресенье Воскресенье Давайте расскажем, что требуется от любителей Если они решают принимать участие В старте Это экипировка То есть это должны быть лыжи Это должен быть велосипед Лыжи, ботинки, палки Шлем, велосипед Велотуфли необязательны Кроссовки Можно шиповки И спортивная одежда С лыжной комбинезоной Либо кому потеплее Разминочные костюмы Возраст участников от 16 лет, если не ошибаюсь От 16 лет и нескончаемый Бесконечность Да, до бесконечности Да, и обязательно медицинский допуск Медицинский допуск обязателен Конечно, нужен И чтобы любители подготовились Потому что, я думаю, что много любителей Спортсменов нас слушают И, естественно, они захотят принять участие В данном старте Три километра бег У любителей три километра бег Пять километров Маунтинбайк Велосипед горный И лыжная гонка Пять километров Так что, дорогие друзья, всех ждем Приглашаем на этот Незабываемый праздник спорта Посмотреть Поболеть Поучаствовать Но попробовать себя Все-таки, я думаю, что это Это того стоит На этом, к сожалению, программа Сферы в спорт Подходит к концу Сегодня В студии у нас был Замечательный человек Павел Андреев Шестикратный чемпион мира Пятикратный чемпион Европы По зимнему триатлону А еще и тренер Правда? Так Спасибо большое, Павел, что пришли Очень рада была с вами побеседовать Обязательно по итогам года еще Заглядывайте к нам на огонек Будем вас ждать Спасибо, что пригласили Всего доброго Всего доброго До свидания До свидания С верой в спорт 6 плюс